Мужик, у нас не доехали на сегодняшнюю съемку Сибыч и Майк. Вместо одного из них у нас Виточ будет играющим оператором, а вместо второго я предлагаю позвать какого-нибудь подписчика. Кто первый сюда придет или прибежит, тот пускай участвует. Я в Инстаграме в своем объеме и в Телеграме. Это правильно будет. Мне кажется, это нормально и таким образом мы, у нас не только блогеры вот эти известные, прокопы всякие, но и обычные пацаны с райончика тоже смогут поучаствовать. Ты не против? Ну это же по сути наемники. По сути, как и ты? Да. Ты на съемку? Да, я первый. Давай бегом, а то вон оттуда бежит. Вон бежит, бежит уже оттуда. Здорово. Здорово. Как тебя зовут? Кирилл. Кирюха. Ну что, поздравляю, ты бежал? Да. Ты здесь живешь где-то недалеко? Да, недалеко. Форму брал с собой? Да. То есть форму успел собрать? Все, Кирилл становится шестым участником слабого звена. Друзья, обязательно в этом турнире, уже понятно, что не шесть выпусков будет, а больше, мы сделаем отдельный выпуск с подписчиками. Не забывайте подписываться на Телеграм-канал, ведь именно там в Телеграм-канале будут условия конкурса, как вы. Можете попасть в слабое звено с подписчиками. Очень важно, друзья, не только из Москвы. Со всех точек России мы готовы будем привезти людей сюда для съемки в слабом звене. Ну а ссылка на Телеграм-канал Федос, она первая, в описании. Обязательно подписывайтесь. Здравствуйте, товарищи, друзья, муравьи и мухи. Это новый выпуск слабого звена. Турнир, который мы делаем совместно с компанией Тенниси, с нашими партнерами. И это уже шестой выпуск. Олег Дрожук, Денчик, который приехал прямо-таки с новоселья Ромароя, без шмоток, в бутцах Ромароя, в том, в чем он вот ходит уже последний год. Ромарой, говно! Никита Кожемяка, главный инвалид Анкало. Илья, что-то не знаю. Миша Прокопа, в принципе, Миша, я не знаю, как ты сегодня будешь здесь бороться. Есть ощущение, что ты чуть-чуть посильнее, чем остальные. Тем интереснее именно слабое звено, что тебя могут выказать прямо в первом же круге, и это будет самое вообще офигенное. Ладно. Ладно, тебе бро. Специальная замена у нас произошла. Первая замена номер один. Это Витыч Жданыч, который сегодня участвует в слабом звене. Он давно хотел. Сегодня это играющий оператор. Ну и еще одно. Кирилл. Кирилл, никому не хлопали. Кирилл, приди. Уровень сразу не. Да, какое же ты чмо, что тебя хлопают и поддерживают. Действует правило иммунитета. Если вы выполняете за круг оба задания, то вас выгонять право не имеют. Лонгшот слабой ногой. Ой, блядь, вытащил. Блядь, он просто прочитал и отбил. Ты же прочитал и отбил, я видел. Прочитал и отбил, да. Я умею читать и отбивать. Все по фактам. Так, мне нужен Теннесси. Да. А что там вообще? Теннесси! Теннесси! Значит, он получает, во-первых, тысячу рублей на свой счет. Лично он. Во-вторых, 500 рублей он уже подвисает. Вот в этом вот цепочке, да, понимаешь? А в-третьих, и это самое главное, что обычно бонусы-то, они один раз всего появляются, понимаешь? Ну, при регистрации там или еще где-то, да? А тут? А здесь это бесконечный бонус. Абсолютно бесконечный. Он может вам попадаться еще в течение... А подряд вонос? Это было очень смешная шутка. Ну-ка, полторашечка подвисла. Ты можешь кинуть деньги в банк или продолжить? Да! Банк, деньги в банке! Пенальти слабый ногой. Пенальти слабый. Я девша? Да. Правая слабая. Ты смотри, потом тебе придется правой бить, когда у тебя пенальти выбили. Выходи. Правша, да? Ой, какие, блин. Ну, что можно сказать? Это первый удар на канале Фидос. Я надеюсь, что я его забью. Это было слишком легко, если Фидос мне не поддался, конечно. Дальше играем. Дальше играем. Вопрос! Вопрос 10 секунд на обдумку, через 10 секунд ответ. Если будет подсказка, все не засчитывается. Какое дикое животное семейство кошачьих упоминалось и фигурировало как в первом сезоне Амкала, так и в двух последних. 10 секунд пошли. Я вообще не понял. Какое дикое животное семейство кошачьих упоминалось и фигурировало как в первом сезоне Амкала, так и в двух последних. В первом сезоне Лев заходил в раздевалку Амкалы, когда чуть не подрался с Пандосом, а в последних двух сезонах был Лев Борисович, президент на спорте, и он тоже постоянно... Это тоненький вопрос. Хороший. Я думал, кошка какая-то, блядь. У кого-то кошка, да? Конечно, кошка. Ну, Дуся, да. Кошка Дуся просто. Такой вопрос, прикинь, был бы. Ну, вопрос ебанутый есть. Максимально, блядь. Начеканить ногой 15 раз. Как уверенно! Центрополе вверх, надо смотри. Бабу! Банк. 3000 рублей в банке, вы все равно. Очень неплохо идете, мужики. Довышка крутится. Так, сейчас, смотри, будет в теннисе второй раз. Нет, выход один на один у Данечка. Блядь, рукой, сука. Рукой нельзя играть. Извинись. Прошу прощения. Теннисе! А это вот так работает. А иммунитет? Иммунитет у меня. Опа! Дружище. Хотя, какой дружище, да. Говноед, ты получаешь... Я ведь вылетел. А, извини, пожалуйста. Тогда, товарищ, ты получаешь 500 рублей, подвисает. У вас 1000 рублей лично тебе отправляются от теннисе. Ну и бесконечный бонус, видите? Я же говорил, что он вообще никогда не заканчивается. И у него иммунитет. Банк. Банк. Три с половиной. Как же он в себя верит. С нулевого угла. Да, кстати, прикиньте, сейчас мы реально пролезем. Если бы он давно напиздел, пришлось бы идти левой ногой бить с нулевого. Это было слишком легко для меня. Какие-то очень легкие у них правила. Я думаю, что их надо менять. Ну что, дружище, я тебя поздравляю. Они собираются тебя уже выгонять. Я могу... Дэнчик сразу сказал, что я херва. Нет, ты чего? Ты чего говорить? Он слазил в эту рейс. Чего? Дэнчик слазит. А на самом-то деле, Кирюха подъехал. Нас выручил, во-первых, что приехал. А во-вторых, заработал иммунитет. Поздравляю! Но ты мудак все равно. Уважения к нему вообще нет. Через перчатку. Да, Олег. Давай. Ты следующий, Олег. А у нас тем временем 500 рублей подвисли. Играем. Сейчас опять говно какое-нибудь попадет. Вопрос какой-нибудь. Вопрос выпи. И тот же я тебе задам. Давай. Дэнниси! Ты что? Пусть денешься так и подвисли. Да я не знаю. Тысяча рублей отправляется лично Олегу. Полторы тысячи у вас подвисает. Бесконечные бонусы продолжают летать. Где-то здесь над Москвой. Ваши задачи поймать. У нас Виталик. Жданов, Виталик. Полторы тысячи. После первого круга пятерка бывает редко. Да. Надо пятерочку. Деньги в банке. Пять тысяч рублей после первого круга. Это команда разорителей. Лонгшот слета. Зей просто так. Как пиздомой мудив. Жданов забывает. Надо его кикать. Пусть он с камеры. Да, чтобы удобнее было. Да, да, да. Согласен. Потому что пока что только я, блядь, на конкурентах. Зачем ты пил? Да, я же тебе сказал, неудобно, не бей. Я не люблю поблажки. Ну что, друзья, кажется, турнир по слабому звену потихонечку подходит к концу. Сегодня шестой выпуск уже. Но давайте посмотрим на то, как вам это нравится. Напишите в комментах. В принципе, у меня есть идеи, с кем еще выпуски мы можем снять. Мы можем чуть-чуть увеличить турнир до, например, девяти или десяти команд. И потом провести суперфинал просто не из шестерых, а из там десятерых финалистов. Как вы уже привыкли, как всегда, в сегодняшнем слабом звене будут фигурировать унижения, которые, друзья, вы, дорогие подписчики телеграм-канала Федос, написали в комментариях под постом. Поэтому аватарка и имя автора, чье унижение попадает в выпуск, будут появляться на экране в момент, когда я его произношу. Ну что ж, друзья, в первом раунде вы положили в банк пять тысяч рублей. Хотя могли положить в банк тринадцать тысяч. Кому нравится Саня Моменко, потому что первые четыре буквы его фамилии напоминают о первом секс-партнере? Блядь, ну что? Кто? Каждый вечер перед сном представляет, как сидит на диване, а сзади него стоят пять наемников из на спорте. А, ну это я. Кого? Кто? Ромарой считает своим говном. Пришло время проголосовать и узнать, кто же, по вашему мнению, самое слабое звено? Ждан. 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 Денчик. Сюда. С сердцем, сердцем. Видишь, я знал. Ждан, надо снимать. Олег. Ну что, Ждан, на самом деле, ты меня сегодня очень выручил. Я впервые говорю, оператор меня снимает, я его же выгоняю. Ребят, дальше съемка, к сожалению, на одну камеру только. Ты слепой. Потому что абсолютно не видишь ни мяча, ни ворот, ни как туда куда-то пробить. Единственное нормальное очко, которым ты пользуешься, это твое. Когда туда проникают все, кому не лень. Ждан, ты отличный парень, но очень дерьмовый игрок в футбол. Теперь проверим, какой ты оператор, но в чем я точно уверен, ты самое слабое, вонючее звено. Прощай. Хуесосы. Принес им банк, заработал еще и кикнули. Хуесосы. Друзья, пять тысяч рублей у вас в банке. Погнали, второй раунд, слабое звено, опломчет, слабые наглые. Вообще, я не хочу с вратарем бить. Финальте пяткой у Денчика. Блядь, мужчина, блядь. Какой же ты. Ты самая слабая звено, пиздуй нахуй, блядь. Блядь. Вы понимаете, что если бы я хотел так сделать специально, я бы не смог? Батенька, да вы обозрались. Финальте работай. Пиздец, слабого, блядь, Федя на ворота, блядь. Зачем Федя стоит вообще? Суки. Банк, шесть с половиной в банке. Локшот слабой ногой. Что, больно было, что ли? Нет. Он не попал. У меня было больно в сердце, что я не забыл. Это печально. Центрополя Верхов. Центрополя Верхов еще раз. Что делать? Давай, Прокоп, зарабатывай нам деньги. Ой-ой-ой. Это кросс баржа был? Нет. Ну что-то мне немножко грустно. Блядь. Слабой ногой. Ой, блядь. Блядь, чего боялся? Зачекались 15 раз, страшно, реально. Блядь, у тебя опять МИ? А что ты первым сделал? Забил работу. О, мой, ешкин. Я говорю, но тебе, не знаю, в банке, наверное, платят. 7 тысяч рублей в банке не рискует, Кирилл? Бинайте обычный. Бинайте обычный. Э, ты че? Ты почему без подписки смотришь этот видос, а? Ну зачем так делать? Ну это же так просто. Ну нажми подписаться на канал. Мне будет очень приятно. А ты будешь первым узнавать о том, что вышло новое слабое звено. Давай, давай. Я подожду. Я подожду. Ну, надеюсь, что ты подписался. Спасибо. А как тебя зовут? Не, не, просто. Не, просто. На честно, просто. На всякий. Да не, просто. На честно. Очень хорошо. Да скажи себе. Кирилл. Кирилл, да. Кирилл. Ну что ж, друзья, во втором раунде вы положили в банк 2 тысячи рублей. Хотя могли положить в банк 13 тысяч. Иммунитет у Никиты Кожемяки. Против него голосовать нельзя. Кто из вас, если бы сосание мужских пенисов было уголовным преступлением, имел бы уже три пожизненных срока? Кто лечился от зоофилии, но все его старания ушли коту под хвост? Ну что, давайте да, проголосуем и узнаем, кто же, по вашему мнению, самое слабое звено. Дэм. Кирим. Дэм. Прокол. Прокоп. Ребята, если я все правильно понимаю, Дэн и Прокоп набрали по два голоса. И это значит, что у нас доп-раунд, где осталось только пенальти, лонгшот и выход один на один. Выебу тебе. Я только за, блядь. Полная жопа. Выход один на один у Миши. Блядь, какое волнение от этого, блядь, идет. Выход один на один. Выход и у Дэнчика. Как я хорош. До второго круга дошел. Вообще еще раз огромное тебе спасибо, что приехал. Хотя радости от этого особо нет. Но все равно. У тебя же, оказывается, селфи-палка не только в руках, но и в жопе. Это, кстати, персональная, персональная от Гены Миллера была только что. Можно с ними посоревноваться в чувстве юмора. Ты настолько слабый, Дэнчик, что когда слазил с гаража, упал. Вообще неудивительно, что ты вылетел. Ведь ты куколт в Амкале. Ты только снимаешь с бровки, смотришь на все это. Вообще, Дэнчик, поздравляю. Happy go нахуй. Бля, ну я слабый, что сказать. Самое слабое звено, все логично. Но зато бонусы к Теннису забрали. Все супер. Третий раунд. Вас остается только четверо. Прокоп, висит полторы тысячи рублей. Что ты с ними сделаешь? Я кину их в банк. Итого, восемь с половиной тысяч вы уже повторили выигрыш, который был у предыдущих команд. Что-то с наката. Дай в банк, чувствуешь ты сейчас. Банк? Девять тысяч рублей в банк. Что-то чувствую. Тенниси! Тенниси достается. У меня два царя. Никитосу. Тысячу рублей получает лично. Он 500 рублей подвисает. 100 рублей подвисло. Что скажешь? Я скажу, что Тенниси не будет, поэтому и в банк. Девять с половиной в банке. Тенниси! Да ну нахуй! Давай, я уже устал говорить. Расскажи, что сейчас произошло. Тенниси выпало. Тенниси выпало. Что это значит? Это значит, что я получаю тысячу. И это бесконечный бонус. И 500 рублей у команды подвисает. Играем. Играем! И сейчас опять в теннисе, смотри. Лонгшот обычный, обычный. Браво! 500 дальше идет. Полторы тысячи подвисло. Ну, естественно, они в банке. 11 тысяч рублей в банке. Лонгшот стоката. 1 с половиной в банке. С нулевого угла. Браво! Фидос! Что происходит? Почему эта команда оказалась в таком порядке? Объясните мне! Это команда, которую я еле собрал на сегодняшнюю съемку. И они разоряют меня. Ну ладно, не меня, а компанию Тенниси, которая наплачивает выигрыш. Ну ты тоже где-то мертвый не поотбивал. Я согласен. Миха? Кирилл. Сколько 500? 500 рублей подвисает в банк. 12 тысяч рублей в банк. Вопрос! Проверим, проверим, проверим. Вот это интересно, друзья. Потому что интересно, ответит ли Володя на этот вопрос. Кирилл. Ты пришел сюда, так как увидел же у меня в телеграм-канале поздно, значит, ты на меня подписан. Поэтому вопрос, но он опять-таки по порядку идет просто. 10 секунд на ответ, вопрос будет про меня. Нет, тебе 10. Тебе 5. Под каким номером играл Фидос, то есть я, во втором сезоне Амкало? Время пошло. Одна попытка. Одна попытка, да. Нет, 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 нет. Перечисляй. 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 Время вышло, и твой ответ? 78. Бля, это реально. Почему 78? Я не помню. Ну, в 78 есть логика, потому что это регион автомобильный Питера. И в этом есть логика, что я могу под таким номером. Ты просто наугад сказал. Молодец. А я играл под номером 2. Мне показалось, что смешно, что у Спирикова первый. Если я возьму, вратарь будет играть под вторым номером. Ну, типа я был второй вратарь и под вторым номером. Да, прикол. Отлично следишь. Спасибо. Спасибо. А ты следил во втором сезоне за Амкало? Да. Ну, видимо, не за мной. Ну, не за мной. Пенальти работой. Бля, мимо, сука. Тут угол же целился. Что ж, друзья, в этом раунде вы положили в банк 5000 рублей. Хотя могли положить, как всегда, 13... Нет, 13. Иммунитеты. У Прокопа и Кожемяки против них голосовать нельзя. Кто любит лизать под мыхи сани FIFA? Кто, когда играет на жопу, просит не ударить, а вставить? Пришло время проголосовать и узнать, кто же, по вашему мнению, самое слабое звено. Кирилл. Кирилл. Олег. Кирилл. Да. Кирилл это какой? Это Миха Володя. А, Удаль. Да. Ну что, Кирилл, я бы хотел сказать тебе большое спасибо за то, что ты сегодня сорвался, реально прибежал сюда на эту съемку. Выручил нас, но не могу сказать, потому что лучше бы, блядь, пришел кто угодно. Да вот любой дед из этого, от этой парады, просто от подъезда до ковыля, кассирша из Дикси, даже она сыграла бы здесь лучше. А ты? Ну ладно, я надеюсь, что тебя больше не мучают проблемы с запором, потому что здесь ты сегодня качественно обосрался, Кирилл. И стал самым слабым звеном. Прощай, куда угодно уходи, меня не волнует, куда ты уйдешь, только уйди. Ну что, я считаю, что Амкал это проплаченная вещь, и там участвуют только какие-то родственники Германа, которые заплатили ему денег. Потому что, ну, если по-честному, то Олег не забил так же один, как и я, но, естественно, выглядели меня. Все куплено. Я считаю, что так не должно быть. Ну, конечно же, я очень рад, что я попал сюда, что я был первый. Жалко, что я не выиграл ничего, кроме тенниса. Бесконечный бонус, кстати. Всем спасибо. Друзья, после трех раундов у вас в банке 12 тысяч рублей, хотя могло быть уже 39 тысяч. В этом раунде мы удвоим все, что вы заработаете. А это значит, что в этом раунде вы можете получить 26 тысяч в банке. Нулевого угла! Слушай, если я первый раз не забиваю, все, на второй раз уже волнение дикое. Два не забиваю, уже я главный прецедент могу. Нет гола. Опа, опа, а Прокоп-то может вылететь и без... просто не получив иммунитет. Локшот-стаката. Эй, ты че нам зарабатывать двойные не даешь? Локшот обычный. Локшот-стаката. Тащили, Федосина! Банк, 13 тысяч рублей заработали. Локшот-слет. Локшот-слет, веря. Бля-а-а! На чекане ногой 15 раз вместо этого. О, соль. Назад! Тысяча рублей автоматом отправляется в банк. И финальный ваш выигрыш. 14? Да? Да. Да! 14 тысяч рублей. В этом раунде мы положили в банк 2 тысячи рублей. Хотя могли положить в банк 26 тысяч. Вы без иммунитетов каждый может голосовать против каждого. Поэтому кто для повышения аппетита включает клипы текилы и тиктоки Левшука? Ведь он говноед. У кого в комнате стоят цветы, но не стоит хуй? Никита. Прокоп. Ничего личного, я лучше в финале сражусь против инвалида. Прокоп. Бля-а-а! Он ничего не выполнил, вы собрали в банке, бля-ть. А вы посмотрите! А Прокоп-то расстроился реально. Это пиздец вообще, бля-ть. Я охуел. Честно, это пиздец. Я просто кинул. Все, Никита, я тебе пару нахуй заберу деньги. Слушай, ну ты реально сегодня на протяжении всего выпуска очень много забивал. Но много еще не забивал. Может быть, поэтому тебя все-таки выдвали. А, ну тогда ничего. Да. Ты знаешь, ты очень красивый, ты приятный, ты классный. Сказал бы, если бы я встретил Брэда Питта. А ты очковый гном, волосатая моча и саный Прокоп. А еще самое слабое звено. Прощай! Я не расстроился очень. Слов нет. Я думал, что Никита будет голосовать за Олега. И все подумают, что я буду за Олега, потому что я его не любил когда-то. Но я был за честность. Я проголосовал за Никиту. А Никита, блядь, проголосовал за меня. И все. Всем пока. Блядь, вообще, блядь, блядь. Блядь. Я напишу коммент под закрепленным. Можно два коммента закрепить, кто не знает? Я не знаю. Короче, он будет под закрепленным где-то. Призк зрительских симпатий-прокоп я напишу. Если соберем на этом комменте тысячу лайков, тысячу лайков. Нет, давайте две тысячи лайков. А, ну ладно, тысячу лайков, если соберем на этом комменте, Прокоп тоже получает косарь от тенниси, бонусный. Мне кажется, получил, потому что, ну, даже я расстроен, как человек сражался, добывал сегодня бабки. Вот, если сейчас еще посмотрю на монтаже, может, отрежу этот кусок. Три круга. Суперфинал. Вы боретесь за 14 тысяч рублей. Лонгшот, пенальти, выход один на один. Все, что угодно может выпасть. Как повезет. Но только вот это вот. Начинаем сейчас с Никиты. Пенальти. Давай, бля, Олег. Я на нервис. Выход один на один. Я не понимаю сейчас, по эмоциям. Я его сейчас по земляху подъявлю. Выход один раз заранее. Не забивай, ладно, сначала? Хорошо, просто подъявляй. О, с пиццом это сделано. Опа, следяй, гол за... Да пиздец, нахуй, блядь. Да пиздец, блядь. Мы договорились, Олег, а чисто тебя подъедут. Сейчас нормально сделаем. Да пиздец, блядь. Хорош. Никита, забида. Выход один на один. Давай, Радуга. Мне эту коляску надо. Блядь. На Тоненького, блядь. Лонгшот. Блядь. Лонгшот. Все, Никит, не забиваешь, и у меня потом пенальти. Блядь, ебаный в рот. Бля, если сейчас пенальти выпить, это пиздец, блядь. Пенальти! В жизни так бывает. Но мне еще забить надо, пожалуйста. Фидос, пожалуйста. Решающий удар. Получается удар на 14 тысяч. Да, класс. Тащий, Никита! Сука, я опять проебываю финал. Ну, знаешь, ты настолько, видимо, ты интересный человек, что на тебя в телеграм-канале набросали больше всего говна. Серьезно? Да. А ты просил? Просто с маленьких говна набросать. Может быть, я просто попросил, да, потому что только на тебя. Я думал, ты сразу вылетишь. Никита Кожемяка. Это настоящий русский богатырь. А ты так, жижи из-под салата. Твое прозвище не от старого русского богатыря, а просто потому, что ты обожаешь мять кожу на ловке Стаса Сычева. Жесткую кожу бегемотскую. Жесткую кожу бегемотскую добавлю. Ты, Никитас, настолько пиздобол, что даже не можешь признаться, что травму ноги ты получил в том видосе с Панином на самом деле. Не знаю, нахуй я тебя позвал, что это за съемки. Ведь все равно ты стал самым слабым звеном. Прощай. Если честно, я сегодня, наверное, был лучший. Да, если правда. В одном раунде я плохо сыграл. Но я думаю, вот Миша заслуживал попасть на финал после того раунда. И, блин, хотя бы выиграть за него. Блин, было бы круто. Но Олег выиграл, что по делу. Все забил, я нет. Но очень круто было, весело, как всегда. Фидос как топ. Надеюсь, еще позовет. Поэтому всем спасибо. Олег, поздравляю тебя. Сегодня ты дошел до конца. Вышел в финал, хотя на самом деле, ну как минимум уже там в конце. У тебя были очень серьезные соперники. И Никитос, и особенно Прокоп, которого ты просто слил. Но ничего, чтобы просто в финале было ночью было. Тактика, стратегия. Ты выигрываешь сегодня 14 тысяч рублей, ты становишься самым сильным звеном. Я очень хотел выиграть в слабом звене. Очень давно. Никогда это не получалось. Я понимаю сейчас Прокопов. Меня также сливали перед самым финалом. Это очень обидно. И очень досадно. Но тактика, техника и все такое. Короче, тактические действия остаются на первом плане в этом действии. Все. Победа. Это был, друзья, шестой выпуск турнира по слабому звену. Изначально я думал, что их всего будет шесть. Но мне кажется, что мы еще что-нибудь поснимаем. Потому что еще есть желающие. Мне кажется, что еще не всех мы откучили. Как минимум мы замкало. У нас еще не были Фарзиар, Сибыч и Майк. И Вася Маврин. Четверо. Так что пишите, как вам. Олег, ты попадаешь в суперфинал, где тебя уже ждут. Леха Гасилин, Витя Блатов, Макс. Из Броуков, Ничай и Попен из ФК Деньги. Ты становишься шестым. Олег. Смайлик, да. Олег. Смайлик, что тебя. Доволен мной. Ну, а сегодня здесь, друзья, принимали участие. 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 Мистер Ждан. Денчик уже покинул нас. В том плане, что уехал всего лишь. Кирюха, подписчик, который прибежал и очень нас выручил. И Володя, и Миша, и Кирюха. Дальше Миш Прокоп. Действительно Миша. И он сегодня вылетел. Никитос Кожевяка проиграл в финале. Олег выиграл. Это было Слабое Звено на канале Фидос. Подписывайтесь. Спасибо, что смотрите. Увидимся. Пока. Косарь лайков на комментарии. Да. Серьезный вопрос. Да, очень давай. Примерно как у Олега все вопросы. Подожди, ты нам сказал, кто прибежит. Давайте посмотрим по камерам. Вдруг он шел, блин. Убежал. Уверенно, я бежал, блин. Если вот Ждан и Майк опоздали. Да, Ждан здесь, Майк как раз опоздал. Не пришел. Ой, Сив и Майк не пришли. Будут ли какие-то санкции? Он останется капитаном? Слушай, ну надо экспертизу. Здесь надо экспертизу. Просто брать экспертизу, чтобы понять вообще, как бы действительно ли они не пришли.